Эй, Руби, у меня очень интересные новости. На самом деле, можешь мне сказать, что это? Пожалуйста. Тебя приняли в школу твоей мечты. Боже, ты шутишь? Это правда? Да, мне вред читать посылку. Подожди, это на самом деле по-настоящему? Я так взволнована! Я знаю, и я тоже рада за тебя, но ты должна начать собирать вещи уже сейчас, потому что на следующей неделе ты едешь в аэропорт. Да, я сегодня же составлю список всех необходимых вещей. Хорошо, а я достану нашу копилку. Завтра сходим в магазин и купим то, чего не хватает. Тетрадки там, ручки, одежду. Но, мама, я не хочу, чтобы ты сильно тратилась на меня. А я не хочу, чтобы моя дочь в чём-то нуждалась. Тем более, ты поступила на бесплатное обучение. Мы уже сэкономили. Но откуда у нас лишние деньги на вещи? Я откладывала каждый день небольшую сумму, знала, что когда-нибудь этот день настанет, и ты поступишь в школу своей мечты. Так что деньги из копилки мы потратим на тебя. Спасибо! Я очень взволнована! Сейчас будем отмечать тыквенным пирогом. Помоги накрыть на стол. Ты купила тыквенный пирог? Да, после работы зашла в твою любимую пекарню. Я просто поставлю тарелки на стол и достану чашки. Готово, мама! Давай я отрежу один треугольник для тебя. И один для меня. Я налью чай, мам! Приятного аппетита, солнышко! Пирог такой свежий и вкусный! Мы с мамой пили чай, кушали тыквенный пирог и общались, обсуждали мое поступление. Это была действительно отличная новость, потому что я всегда хотела пойти в эту школу, но это очень дорого, и моя мама не могла себе это позволить. Поэтому я подала заявку на стипендию, и я не могу поверить, что действительно получила ее. Мне нужно начать собирать вещи, и я достану свой чемодан. И возьму пару вещей. Парадную форму, блузку, водолазку белого цвета. Из повседневной формы нужно тоже какую-нибудь блузку, юбку или сарапан, или платье темного цвета. Надо не забыть колготки. Для уроков физкультуры нужна спортивная форма, а в зимний период нужен теплый костюм. Отлично, первый чемодан я собрала. Также нужно взять еще один чемодан, чтобы упаковать ванны и принадлежности. Мне нужна зубная щетка. Я также возьму мыло, расческу, фен и туалетную бумагу. А еще нужна мочалка. Конечно же шампунь. Нужно докупить тетрадки и ручки. Бери все, что нужно, и не стесняйся. Я напоминаю, мы капели на этот случай. Спасибо, мам. Мне нужно взять пару тетрадок, книжек и пенал. Хорошо. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке, Руби? Да, как прилечу, мне просто нужно поехать в центр. Хорошо. Тогда я должна с тобой попрощаться. Да, пока, мама. Пока, Руби. Люблю тебя. Уважаемые пассажиры. Такие горячий обед. Командир корабля. Заслуженный пилот тока-бока. Майкл Льюис. Пожалуйста, пристегните ремни. Экипаж и я желают вам приятного полета. Мне так нравится все это. Я очень надеюсь, что найду новых друзей в школе. А может быть, даже парня. А может быть, даже парня. Это все так интересно. Хочу познакомиться с новыми преподавателями. И сходить в школьную библиотеку. Я очень люблю читать. Уважаемые пассажиры. Наш самолет совершил посадку. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки. Не могу дождаться увидеть мою новую школу. Пойду возьму свой багаж. О боже, о боже, я сейчас упаду. Я так взволнована. Ладно, я должна собраться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Нужно войти в здание. О май гад, о май гад, что это? Что за динозавр? О, стоп. Так ты не динозавр? Что? Зачем мне быть динозавром? Да, потому что ты говоришь, как один из них. Но я молчала. Ок, я пойду. Это был мой первый день, и это довольно неловко. Я просто найду свою комнату. Это моя комната. Она такая красивая и такая эстетичная. Я так счастлива. Я могу остаться здесь. Пойду поставлю свои чемоданы. Я сильно устала. Это было такое долгое путешествие, переоденусь в свою пижаму. Намного лучше. Теперь пойду прямо в душ. Да, я думал, что у меня динозавр. Но это было просто новенькое. На самом деле, я не могу поверить, что у моей мамы есть еще один стипендиант. Она продолжает их получать. Походу, хочет обанкротиться. Вот правда. Это она прямо здесь. Она прямо за тобой. О, она действительно уродливая. Ты говоришь обо мне? Ну, я не вижу никаких уродливых динозавров где угодно. Так что, да, это ты. Почему все продолжают называть меня динозавром? Я не похожа на динозавра. Извини, я не хотела быть грубой с тобой. Меня зовут Полина. Меня зовут Руби. Руби? Да. Это очень красивое имя. О, вау, у тебя какое красивое имя. Почему я краснею? О, спасибо. Я просто собираюсь принять душ, если ты не возражаешь. Нет, я не против. Спасибо. Ты знаешь, я думаю, что новая девушка на самом деле довольно милая. Правда? Как её зовут? Руби, но она действительно хорошенькая. Он говорит о ней? Правда? Она даже некрасивая. Оливер! Привет. Можно я присяду здесь? О, да, конечно. Спасибо. Так, что ты думаешь о той девушке? Ты можешь сказать мне правду? Ну, она довольно милая, но я действительно её не знаю. Что ты имеешь в виду? Она вроде милая. Она красивая. Я красивая. Да, ты красивая. Но кто красивее? Зачем ты мне задаёшь этот вопрос? Я просто хочу знать. Полина, я не хочу извиняться и я не хочу ранить твои чувства. Что ты имеешь в виду? Я не хочу задеть твои чувства. Ты думаешь, что она красивее меня? Ну... Я поняла. Хорошо. Тогда мне придётся отомстить. Парень думает, что она очень красивая. Это не так, потому что я одна очень красивая. Я номер один. Нужно хорошенько выспаться. Так что я пойду спать. Наконец-то я здесь. О, здравствуйте. Я новенькая. Меня зовут Руби. Руби, почему ты опоздала? Мы начинаем учиться в восемь. Ты пришла в десять. В смысле, начинайте в восемь? Полина сказала мне, что занятие начинается в десять. Эй, Полин, ты знаешь, когда мы пойдём в школу сегодня? О, да. Мы начинаем учиться в десять утра. Так что у тебя полно времени. Я пойду погуляю в парке. О, в десять утра. Это здорово. Я на самом деле собираюсь пойти срывнуть. Я очень устала. Она на самом деле поверила, что учёба в десять утра. Но это на самом деле довольно весело. Я буквально собираюсь исключить её. Это правда, Полина? Нет, мисс. Я бы никогда так не поступила. Особенно с новой ученицей. Вы же меня знаете. Я очень добрая. Руби, ты новенькая ученица и ты лжёшь. Опаздываешь на урок и мне очень жаль, но у тебя будет отработка после школы. У меня? Отработка? Но у меня никогда не было задержания. Мэм, я не вру. Это то, что сказала мне Полина. Я не знаю, знаете ли вы Руби, но её мать директриса. Так что у Полины не было причин лгать. Но у вас была бы причина лгать, как будто. Я вам честно говорю, я не вру. Мы поговорим после уроков. Ладно. Хотя я ничего не сделала. Хорошо, дети. Я покажу вам кое-что очень важное. Дети, завтра у нас будет контрольное по математике. Помните, никаких списываний, мы не терпим списывания. И если вы будете замечены на списывании, и это окончательное исключение. Так что, надеюсь, вы меня услышали. Хорошо, вы идёте на обед. Полина, почему ты сказала мне о десяти, когда на самом деле занятие начинается в восемь? Я понятия не имею, о чём ты говоришь. Мне очень жаль, я не хотела, чтобы у тебя были проблемы. Но я никогда не говорила тебе, что занятие в десять. Я думаю, это было всё в твоей голове. Пока, Руби. Это просто так сбивает с толку? Не могу поверить, что Полина солгала мне. Или это было на самом деле в моей голове. По крайней мере, я поём гамбургер. Обожаю гамбургеры. Фу, смотри, ты видишь её? Она ест гамбургер. Это так отвратительно. Я знаю. Сколько калорий ты съела? В пончиках их очень много. А у меня был диетический пончик. В нём нет сахара. И он приготовлен из творога. Вау! А у меня на сегодня осталось 507 калорий. Я думаю съесть салат и оставить немного на протеиновый батончик. Что-то мне мало одного гамбургера. Съем ещё чикенбургер. Эй, Руби. Ты знаешь, что гамбургеры довольно отвратительны. Они могут заставить тебя набрать тонны и тонны килограммов. Всё в порядке. Я не думаю, что один бургер заставит меня набрать так много кило. Нет, это действительно. Доверься мне, я знаю. Я думаю, что я больше не доверяю тебе. Извини, Полина. Можешь идти. Иди сама. Я пытаюсь помочь. Ну, тогда будешь видеть меня, а я не перестану есть бургеры. Но после того, как съем этот круассан с маслом. Ой, нет, ты знаешь, мне нужно пойти в туалет. Извини, Руби. Не обращай на неё внимания. Иногда она может быть очень грубой. О, эм, всё в порядке. Она флиртует с моим парнем. Кем она себя считает? Извини, Руби. Это мой парень. Ты краснеешь. А, эм, я не краснела из-за него. Тебе не о чем волноваться. Хм, я так и думала. О, боже, она может быть очень чувствительной. Но не позволяй внушить тебе, что она права. И ещё доберусь до тебя. Увидимся позже. Это ужасно. Я думаю, он может мне понравиться. Я готовилась к теме часами. И немного устала. Я думаю, она наконец-то уснула. Пора идти делать ход. Есть рюкзак. Я подброшу результаты теста, которые украла из кабинета мамы. Они запечатаны в конверте. Теперь её отчислят. Она больше не будет меня беспокоить. Ох, уже утром. Я чувствую себя очень подготовленной к сегодняшнему тесту. Я просто собираюсь одеться и пойти на урок. Хорошо. Все готовы пройти тест? Да, я так подготовлена. Мисс, мне нужно сказать вам кое-что. Я видела, что Руби положила ответы теста в свой рюкзак, чтобы жульничать. Вот почему она так подготовлена. Что? Это правда, Руби? Ты жульничаешь на тесте, даже когда я сказала, что тебя исключат, если ты будешь списывать? Нет, я бы никогда не стала жульничать на тесте. Но тогда почему у тебя ответы в рюкзаке, если ты не жульничаешь? Непорядок. Учитель, проверьте рюкзак Руби. Спасибо, Полина. Я пойду проверю твой рюкзак Руби. У тебя есть конверт с листами ответов прямо здесь. Ты снова солгала, Руби. Ты исключена. А, я исключена? Я даже не знаю, как это вообще туда попало. Я этого не делала. И я никогда не обманывала на экзамене. Вы действительно должны верить мне. Не верьте ей. Она стипендиантка. И к тому же моя мама директриса. Так что я бы не стала врать об этом. Извини, Руби. Но я доверяю Полине. Ты идёшь в кабинет директора со мной. Прямо сейчас. Но я ничего не сделала. Я не должна быть исключена из-за чего-то, что я даже не делала. Бедняжка. Надо учить материал, а не надеяться на списывание. Хватит меня подставлять, Полина. Я подставляю тебя, когда говорю правду? Просто не могу смириться с несправедливостью. Зачем ты это делаешь? Руби, хватит. Идём со мной. О, ладно. Почему ты сделала это? Директор, я не вру. У меня не было в мыслях списывать на тесте. Вот. Она взяла эти листы с ответами у вас. Эти листы были в моём кабинете. В ящике. Ты ещё и кабинет мой взломала. Нет, это неправда. Я не взламывала ваш кабинет. Это можно будет проверить по камерам. И если ты не признаешься, мне придётся достать записи. Но тогда ты опозоришься. Мне нечего скрывать и не в чем признаваться. Проверяйте. Я не взламывала ваш кабинет. И не воровала ответы. Тогда директор попросил охранника включить видеозаписи. И на них была Полина. Полина? Это была ваша дочь, видите? О, прости, Руби. Мне так жаль, что я тебе не поверила. Мам, это неё на камере. Тебя ждёт серьёзный разговор. Ты будешь наказана. И не пойдёшь на школьный бал. Но, мама! Директриса, естественно, не смогла исключить свою дочь из школы. Полине были назначены многочасовые работы. И также ей запретили посещать все праздничные мероприятия в школе. Ей стало так стыдно передо мной, когда на записи все увидели правду. Но смелости извиниться так и не хватило. Оливер позвал меня на школьные танцы. Я даже не верю, что я стала королевой балом. А Оливер был королём. Когда нас вызвали на сцену получить награду, он признался мне в своих чувствах. А потом мы гуляли под луной, и он предложил мне встречаться. Субтитры сделал DimaTorzok